Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на расширенном заседании правительства Московской области вынес на обсуждение план мероприятий по организации и проведению экологической акции «Лес Победы-2018», которая приурочена к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с предложенным планом в каждом муниципальном образовании должна быть определена центральная площадка, сформирован адресный перечень участников и необходимый запас посадочного материала, организованы пункты выдачи инвентаря, проведено информирование жителей, а также обеспечены безопасность, питание и культурные программы для участников экологической акции. Касается «Лес Победы», уже традиционные мероприятия 12 мая мы проведем. Сегодня совет Петрович расскажет о нюансах, деталях этой акции, о том, где, как можно принять участие. Я очень надеюсь, что главы территории, которые прежде ответственно подойдут к этому мероприятию, и мы высадим в скверах, а может быть даже и на пустырях, новые сады, новые деревья, которые будут радовать глаз. Экологическая акция «Лес Победы» пройдет как на землях Государственного лесного фонда, так и на территории всех муниципальных образований региона. Главная цель – создание садов, скверов, аллей и парков в городах Подмосковья, что влечет за собой эколого-патриотическое воспитание молодого поколения. Подробно о предстоящем мероприятии рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. Акция «Лес Победы» будет проходить на землях муниципальных образований во всех муниципалитетах, во всех городах. Таким образом, чтобы каждый житель Московской области в шаговой доступности смог пойти и принять участие в акции. В этом году в качестве центральной площадки выбрана территория площадью 40 гектаров в Солнечногорском муниципальном районе, где проходили бои с немецко-фашистскими захватчиками. Мы считаем крайне важным вопросом в подготовке акции информирование населения о акции и приглашении каждого ряда Московской области принять участие в лесе Победы. К мероприятиям по посадке деревьев планируется привлечь школьников, студентов, жителей населенных пунктов, владельцев дачных участков, представителей общественных организаций, профессиональных и отраслевых союзов и лесопользователей. Вся информация об акции, о площадках, агрегирована на сайте Советского дерева РФ. Обзорны совершенно все площади. По каждой есть детальная информация, где она расположена, как добраться, кто ответственный, к району с площадки. Также можно построить маршрут, как доехать до той иной местопределения акции. В соцсетях 12 мая пройдет фотоконкурс «Лес Победы-2018». Для определения лучших работ предусмотрены следующие номинации «Вместе веселее», «Мой лес, мое будущее», «Мы помним, мы гордимся». Победитель будет определен по числу набранных лайков. Иван Советников выделил пять муниципалитетов, которые добросовестно подошли к подготовке акции «Лес Победы». В их числе Раменский район. В этом году жителями будут высажены деревья на 52 площадках. По городу у нас центральный будет на 10-м микрорайоне на улице Молодежная и на улице Крымская около детского сада 22-го. Она такая запасная будет. И большие лесные площадки в районе 52-го километра. В общей сложности две площадки от 12,4 гектаров. На эти две площадки будет организована доставка людей. Планируется пригласить на посадку леса всех жителей района, сотрудников местных предприятий, организаций и учреждений. Марина Миткевич, Антон Карташов и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова